Как играть за Террана в StarCraft 2? Погнали! Собственно, здесь я показываю вам билд. Играть можно так против любой расы, против Прот, Сазерга и Террана. Конечно же, против одних этот билд будет более успешный и более победный, собственно. Против других нет. Начинаем мы с чего? С того, что первый релепоинт у нас бежит куда-то, куда-то в параксю. И одновременно с ним мы срываем рабочего. И он убегает нас вперед. Первый рабочий покидает рампу на 17 секунде. Вот это важно рассчитать. Второй рабочий, который у нас тут стоит, он строит сразу же соплайку. И третий рабочий, он идет вот на 15 лимите, спускается у нас. Идет тоже в параксю туда же. Следующим в параксю пойдет тот, кто достроил соплайку. Дальше мы после 15 не строим рабочих. И на 42 секунде срываем еще одного рабочего, чтобы он где-то на 46-47 сорвался и побежал. И тогда мы на 48 секунде начинаем строить первый барак. На самом деле мы могли это сделать раньше. Первый барак нужно строить как можно раньше. На 44 секунде вот здесь вот плюс-минус мы его должны начать строить. Как только у нас достраивается в принципе соплай. Вот, тут ошиблись на 3 секунды. И это то, что нужно отточить в этом билде, конечно же. И каждый рабочий как только доходит до места паракси, сразу начинает ставить бараки. Таким образом мы поставили 3 барака, заказали еще одного рабочего сразу же, как только 4 барак. Точнее 4 барака, 4 барак построили, заказали рабочего. Идем ставить соплайку. И сразу же начинаем строить марика. И смотрите, как у нас прикольно засинхронилось. Мы заказываем марика, заказываем еще одного. И первый как только построился, он синхронизируется с нашим четвертым гейтом. Видите, они начинают одновременно Мы уже по два марика заказываем Этот, когда достроится, он засинхронизируется С третьим гейтом Бараком уже, извините, слишком много за прот Сыграю И, в общем, таким образом мы накапливаем мариков И в 2.20 мы идем в атаку В 2.20, в 2.30 Просто бежим и несемся к сопернику К сопернику его убивать У нас будут, собственно, бараки Роллипойнты Мы поднимаемся и начинаем бункера строить Бункера, это бункер раж С мариками с четырех бараков в прокси Вот такой вот билд Это билд против компа, я показан А как это выглядит в реальной игре против каждого соперника Сейчас мы увидим Мы играем против протаса Он пришел и увидел, что у нас прокси бараки Но этот протас был рандомом У него нет четкой идеальной реакции На то, что мы делаем Он решает, что самый лучший вариант Не выходить, конечно же, в вторую базу А спокойно поставить еще один гейт Подкрепить все это дело пилоном Проверить, может прокси где-то здесь Поставить кибернетку как можно раньше То есть, в принципе, такая нормальная реакция Для того, кто не знает четкой реакции То есть, он не знает, насколько опасны вот эти прокси бараки Так как он нас разведал Я не буду ждать 2.30 Я бегу намного раньше Я бегу и вот уже в 2.15 мы поднимаемся к нему наверх Уже в 2.18 мы сюда забежали всей нашей толпой Нашими двумя мариками, четырьмя ксмками И марики все, идут, идут, идут Вот, и самое главное против протца не пытаться за ним гоняться И сразу же его убивать Мы не спеша строим бункера и пытаемся выключить пилоны Сила протца в пилонах В том, что именно они дают возможность сражаться Выходит Зилот, от него мы начинаем убегать Убегать, атакуем его рабочими Рабочих нам не так жалко, как мариков Потому что марики наносят основной урон И убиваем мы первый пилон Обязательно пытаемся не отдавать мариков на сталкере Сталкеру нужно 4 удара по марику нанести, чтобы его убить И когда сталкер вне позиции, мы можем уже на него нападать Вот так вот нападаем Он пытается сбежать, а мы спокойно залазим в бункер И продолжаем кошмарить пилоны Ставим второй бункер аккуратненько И вот так вот, в принципе, потихоньку мы выключаем протаса Обязательно-обязательно ксмками помогаем И если сталкер хоть немножко не расконтролен Его достаточно легко убить И отключив гейты, вы, собственно, сможете одержать победу над вашим соперником протасом Посмотрите, одной секунды не хватило вот этому сталкеру, чтобы выйти и начать защищаться Одной секунды Вот так вот можно одержать победу над протасом, используя бункер раш А как же победить зерга? Кстати, совсем недавно в мастер лигу затеррано используют только бункер раш во всех матчапах Поэтому это реально работает Это реально работает Я знаю ребят, которые доходят до ГМЛа только с этим билдом Вот, собственно, играя против зерга, вы играете правильный билд Потому что, в принципе, этот билд, он рассчитан против зерга Рассчитан против зерга, но при этом им можно выиграть, конечно же, протаса Который, ну, не знает, как хорошо отбиваться, либо где-то не повезло протасу с билдом Вот, против зерга мы ждем спокойно 2.30 И в 2.30 идем, идем крушить Если же оверлорд сразу же летит и видит, что у нас в стенке нету барака Можно так же, как и против протаса в прошлом реплее, приходить чуть пораньше Как мы действуем против зерга? Смотрите, мы бежим, мы бежим, бежим, бежим Встречаем собак сразу же и начинаем их ломать Потому что собаки, пока их мало, не предоставляют никакой опасности И сразу же пытаемся забункериться Я бы еще рекомендовал бункериться в двух местах одновременно Пытаться один бункер воткнуть здесь, второй здесь, например Это тоже помогает Вот, но я посмотрел, что вроде бы собак мы легко отбили И можно сразу подниматься наверх Здесь нужно понимать, что вот 5-6 мариков очень быстро убивают квину И важно окликать не просто в пространство, а вот прям по квине стрелять Когда вы очень быстро наносите урон Когда на вас спускаются зерлинги, вот эти вот всякие дроны Вы просто от них кайтите, вы убегаете назад и бьетесь Убегаете назад и бьетесь Таким образом вы минимизируете урон получаемый И максимизируете, который вы даете урон Обязательно не давайте стать вот этим всяким плёточком Обязательно постарайтесь достроить бункер Вот здесь я рабочих спустил пока на плётки В принципе они мне тут помогают И как только я их спустил, я сразу же иду наверх и достраиваю бункер И всегда первым делом квин, квин, квин королевы Надо их крушить Вот, таким образом он все-таки умудряется здесь отбиться немножко Но я понимаю, что он потерял очень много дронов И он сейчас не сможет установить ничего, ни экономику, ни армию И как вы видите, так оно и есть Да, у него осталось буквально 9 дрончиков Он даже не пытается этими собаками бежать наверх отбивать бункера Он понимает, что самое главное ему просто не пустить меня наверх Да, это логично, логично Но я собираюсь толпой Вот здесь у меня уже 5 мариков Немножко отступаю назад Минимизируя ДПС получаемый Да, вот становлюсь кучку Я убиваю эту толпу собак Поднимаюсь еще чуть-чуть выше Ну и здесь, естественно, уже Как бы мы каждый размен выигрываем Выигрываем для себя Потому что каждый раз зерлингов становится все меньше Мариков все больше И в конце концов залазим в бункер и побеждаем Но самое сложное Работает ли это против террин? Я давал этот билд новичкам И много кто мне писал Вот террин приходит, разведывает И все, и ничего не сделать Он ставит бункер у себя сверху Как ли это? Вот давайте посмотрим Смотрим, смотрим, смотрим Мы идем, ставим спокойно барак, барак А террин идет на разведку Заметте, играет стандартно, безопасно, аккуратно Приходит, видит, что нету барака Приходит, видит, что нету ни одного газа, ни второго И он понимает, что это за билд Он понимает, что это прокси-барак Его реакция, конечно же, незамедлительно Он не собирается ставить СЦ-шку Он идет, закрывается наглухо И будет ставить бункер Конечно же, бункер Как иначе? Я понимаю, что он меня разведал И я говорю, что вот эта вот маленькая адаптация Поможет вам их побеждать Не ждите 2.30 Не ждите вот этого, да? Вы понимаете, что бункер встанет Так придите пораньше И как мы здесь будем действовать? Смотрите, мы идем и ставим бункер Сразу же бункер ставится у нас И идем, начинаем выбивать Саплайку Саплайка самое главное Убиваем Марика, потому что он попался Марику не повезло И начинаем выбивать бункер Нам он пытается убивать Марика Тех, которых он фокусит, мы отводим назад Обязательно И продолжаем бить у Мариков Очень большой рейндж атаки Они могут, как вы видите, и снизу, и сверху доставать до этой Саплайки И главное убить КСМ-ку, которая чинит И тогда вот мы спокойно проходим наверх Аккуратненько проходим, проникаем наверх И начинается следующая стадия Следующий бункер Собираемся здесь И аккуратно прорвавшись наверх Начинаем убивать ему производство Вот это очень важно Производство ему поубивать Да, то есть, чтобы он не мог больше производить Марика И понимаете, все У нас начинает копиться критическая масса юнитов У него здесь буквально Риппер плюс Марик Еще один Марик Которого мы почти убили Но не смогли А у нас-то здесь Бункер снизу Бункер уже сверху достраивается Здесь куча Мариков Здесь парочка Мариков То есть, все отлично И вот сейчас, пока у него Барак летит Это критическое время Когда у него ничего не строится Тут, смотрите, я понимаю Что, в принципе, мне этот бункер уже и не понадобится У меня критическая масса сталкеров Я срываю КСМ-ок Я нападаю всеми Мариками Просто-напросто захожу наверх И понимаю, что все Я могу убить вот этот Барак Просто не дать ему построиться Забегать сюда И начать крушить КСМ Он, естественно, их сразу же срывает И мы здесь бежим вниз И тут важно не окликать воздух Да, окликать ровно по Марикам Нажимать И Марика, и Рипера, и все Мы убили всех ему юнитов У нас остается 3 Марика Но у него-то сейчас 0 У него соплай-блок Мы убили ему 2 соплайки Он их не восстановил заранее И на таком соплай-блоке, конечно же, ему ничего не светит Потому что у нас продолжают доходить все новые Марики У него же строится только по одному И мы, естественно, убиваем вот этот Барак на последних жизнях То есть, да, он защищался Да, у него был план У него были все шансы Но это не значит, что вы всегда проиграете Именно так можно выиграть даже разведанную стратегию Если вы просто примерно Чуть-чуть адаптируете свой план Надеюсь, вам это понравилось Ребята, с вами был Тед До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok